в двадцать первом веке те же вещи которые происходили тогда выглядят уже иначе то есть с доступом к тем технологиям какие у нас есть с той плотностью населения которые сейчас во всем мире и так далее не во всем мире но вы поняли и то есть буквально того же самого уже не будет нельзя ступить в одну реку дважды это не значит что из уроков нельзя что из истории нельзя выносить никаких уроков правильно значит путин как личность опять-таки я путина лично не знаю но на мой взгляд как я как я вижу как я себе представляю путин как личность не дотягивает до диктаторов 20 века это нормально сейчас в двадцать первом веке мы живем в век политтехнологии век пиара я бы даже сказал мы его преодолели вышли на следующий уровень когда крупные деятели не то что как сталин гитлер ленин там муссолини и так далее не то что такие деятели невозможно невозможно даже крупные политические деятели образца конца 20 века типа там рейгана или течер потому что сейчас политик создается и уничтожается примерно за неделю то есть средства массовой информации вместе с уже давным-давно под контрольным интернетом могут политика как создать за неделю как там эндрю йенга какого-нибудь крупная компания у него была избирательная двадцатом году и уничтожить политика значит за неделю тоже можно без проблем переделать имидж и так далее раньше было по-другому совершенно и вот этот поменявшийся кардинальным образом политический ландшафт он делает невозможным в принципе в невозможными волевых политиков то есть не только значит геноцидальных диктаторов типа гитлера и сталина но и вполне себе ну не иронично крепких хозяйственников типа ликван ю значит или еще что-нибудь это тоже сейчас невозможно в том же виде в котором это было возможно в двадцатом веке и путин он на фоне там сталина какого-нибудь ну во первых сталин гораздо больше маньяк был все таки значит и там и уголовников что на свете и гораздо больше людей положил и гораздо больше людей закабалил и то есть несравнимый уровень жестокости конечно но при этом сталин это еще и несравнимый уровень усилия воли тоже и над собой и над окружающими и так далее которые то есть путину такое и не снилось и это нормально для 20 века потому что 21 век он от сталинах и гитлеров не производят он не производят в принципе и и рузвельтов как бы он тоже не производит и черчилля не производит вместе с этим значит в то же время сложно сказать что 21 век производит путиных потому что путин это такая особая история это очень выгодный нашим свободным странам в том числе соединенным штатам америки очень выгодный тиран который на другом конце планеты заведуют огромным стокпайлом ядерных боеголовок не в принципе ну он конечно со своими закидонами но как бы потерпеть его 20 лет можно без проблем и терпели бы и дальше на самом деле ну стабильность деньги любят тишину то есть в принципе с путиным договорились как вот понятно что через через четыре года его не сместит никто удобно удобно то есть вот это как такой caretaker это как такой сторож который следит за огромным складом который на одну шестую часть суши 1 8 часть суши распространяется и сейчас эта ситуация она делал не в том что она даже стала как сказать антенна была настала не ну неприемлемы уже совершенно дело в том что не путин внезапно взял и сделал что-то что поменяла расположение сил баланс сил поменяла интереса окружающих или еще что-то дело не в том что путин что-то сейчас сделал дело в том что путь вскрылась то чем в принципе путинский режим являлся в действительности что это не просто какой-то отдельно взятый человек который исключительно ищет собственного обогащения это оказывается в общем-то сумасшедший диктатор по типу лукашенко или саддама хусейна и вот это то чего никто особо не ожидал то есть под все вот эти вопли о том что пожилые американские политики они не могут просто войти в новый век и понять что россия больше не враг то есть под все эти вопли все это время и американские какие хочешь политики ушли на сближение с россией любыми вообще любыми возможными средствами и в конечном итоге это путиным все было обрублено то есть ему протягивали руку неоднократно уже и во время войны вот весь прошлый год ему протягивали руку давали там пути к отступлению может и там передумаешь может и еще там развернешься может и все-таки там не будешь и ничего он в итоге ничего не развернулся вот как бы третьего дня по ум они значит ударили то есть ничего не происходит вот эта схема business as usual который 20 лет продолжался он не работает он на самом деле никогда не работал как это обычно происходит события в будущем и настоящем меняют события прошлого на самом деле события в настоящем меняют события прошлого да потому что вторжение рф в грузию воспринималась нами иначе до того как случилось полномасштабное вторжение украины значит отъем крыма россии ей у украины воспринимался иначе до того как случился 2022 и так далее эти события они переоцениваются неизбежно эти события они переоцениваются в виду тех событий которые происходят сейчас и учебник истории они войдут как цепь агрессии исторической россии наряду вот советско-финской например войной наряду с присоединением балтийских советских республик советскому союзу напоминаю что соединенные штаты америки не признавали эстонскую латышской латвийской сср и как часть советского союза то есть вот сначала там второй мировой его до распада к их так и не признали ну и так далее а означает ли это то что ты воспринимал по-другому события связанные с грузией и события связаны с означает конечно я я был я был ватником примерно до двадцатого года поэтому это на самом деле неудивительно я их воспринимал очень иначе то есть грузия напала на на россию и соответственно крым крым наш ну там на самом деле даже решение международных значит наблюдатели и всяких комиссий они были мягко говоря неоднозначные по грузии то есть это путь ну как путь этот при медведеве был на эту путинскую власть тогда спасло ну да значит ну как сказать спасло на самом деле опять таки повторюсь западные коллеги они всю дорогу делали все чтобы значит у путина все было хорошо и стабильно на самом деле то есть вот от продажи телескопических дубинок для омона германия продавал вот до сдерживания соседей на которых путин сам нападал по большей части под разными предлогами и так далее да и до путина принципе ситуация была аналогичная вон джордж буш старший приезжал не приезжал в украину убеждал ее не выходить из состава значит советского союза в свое время можете это прогулеть дорогие зрители это действительно было и об этом узнал совершенно недавно то есть откуда что берется спрашивается а вот 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 так это собственно и устроен я знаю что я не являюсь нацистом все кто меня знают это знают и чё-то там сидеть доказывать зачем глупости просто